Образование – одна из ведущих отраслей социальной сферы Славянского района. Все усилия власти направлены на повышение качества образования и воспитания, создание лучших условий для обучения детей и работы учителей. В рамках государственной программы Краснодарского края развития образования нашему муниципалитету удалось привлечь более 100 миллионов рублей на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году. На эти средства проводятся капитальные и косметические ремонты в школах и детских садах. Реконструкция пищеблоков, спортивных залов и ремонт кровли. 26-й детский сад в станице Анастасиевской стал участником программы капитального ремонта. Это замена кровли, установка новых окон и дверей. Зданию более 60 лет. Оно постоянно поддерживается общими усилиями и находится в неплохом состоянии. И тем не менее имеет немалый возраст, а значит нуждается в ремонте. Совместными усилиями мы стараемся поддерживать здание детского сада и все сооружения. Ну, как в этом году, конечно. Тем более мы попали в эту программу и мы очень благодарны, что детскому саду уделено внимание. Нам еще будут менять двери, вот еще не полностью доделали, будут их расширять проем, чтобы был проход для инвалидов. И еще не все окна достаточно не поменяли, будут менять вместе с кровлей и полностью обновят кровлю. В целях энергосбережения меняются светильники во всех помещениях. 13-й детский сад, расположенный в Славянске-на-Кубани на улице Школьной, также нуждался в ремонте кровли, который и делается там в настоящее время. Нам делают крышу. Мы очень рады этому. Ну и, естественно, у нас текущий сопутствующий ремонт. Мы ремонтируем групповые комнаты, ремонтируем детские площадки, подремонтируем и подкрашиваем их. Косметический ремонт сотрудники учреждения образования проводят своими силами. Стараются, чтобы здание посвежело к началу учебного года. В восьмой школе поселка Садового полностью модернизируется пищеблок. И кровля школьного здания также обновлена. В этом году, в том числе, силами наших рабочих произведен ремонт. И в школе появится уголок героев, детей-героев, которые во время Великой Отечественной войны своими подвигами прославились. В том числе, в течение года был поведен в порядок вход в школу, входная группа. Школа год от года становится краше и лучше, прирастает новыми объектами, новыми насаждениями зелеными. В том числе, благодаря помощи депутатов, приобретены бордюры, новые поебайки. Сейчас их устанавливают на территории школы. Был выполнен ремонт ограждения, новое ограждение у нас появилось. Все благодаря помощи районных властей и администрации. Не так давно пятая городская школа получила после капитального ремонта дополнительный корпус с пятью учебными кабинетами. И в здании начальной школы сейчас проводятся серьезные ремонтные работы. Спортивный зал полностью преображается. Здесь появились новые покрытия потолка и пола. Обустроенные раздевалки и душевые для мальчиков и девочек сделают занятия спортом гораздо более удобными. Таким образом, каждый летний день эффективно используется, чтобы навести полный порядок и улучшить комфортность школы детских садов. И эти усилия дадут свой положительный эффект. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа События.